Созданная спортивная база для зимних Олимпийских игр принесла свои результаты и для летних видов дисциплин. На курорте работают 27 школ, где представлены 72 вида спорта, воспитанники которых стали показывать хорошие результаты не только на городских, но и международных турнирах. Так, муниципальный центр развития спорта по тяжелой атлетике готовит будущего олимпийского чемпиона Вячеслава Яркина. За три с половиной года тренировок член юношеской сборной страны уже дважды стал победителем первенства Европы. В этот раз даже травма, полученная при выполнении первого упражнения, не стала препятствием. Не показал тех результатов, на которые был способен из-за травмы ноги, но все-таки я справился со штангой через боль. Ну и в спортивной школе, конечно же, есть все необходимые приспособления, все необходимые грифы, стойки, тренажеры, чтобы поднимать достойные результаты, будет сильным. Взяв золото в этом нелегком турнире, Вячеслав стал претендентом на участие в юношеских олимпийских играх. Они пройдут в августе в Китае. Если участие в этих серьезных соревнованиях подтвердится, говорит Вячеслав, то количество килограммов, взятых на первенстве, он планирует увеличить как минимум на 10. Возможность поехать на игры есть и у Лии Отнабаева. В своей весовой категории до 85 килограммов он также стал лидером, подняв вес в общей сумме двоеборья в 331 килограмм. Результаты, которые удалось показать этим спортсменам – гордость для города. Их победы навсегда оставят след спортивной истории курорта. Представители городской власти уверены, подобных побед еще будет немало. Мы хотели бы, чтобы, видя наших ребят, сегодня вся молодежь брала пример и, наверное, также активно пыталась и вовлекалась в спортивную жизнь города. Хотелось бы, чтобы наши спортсмены на примере вот этих двух молодых ребят, конечно, как можно больше наград привозили именно в наш город. Потому что что такое в наш город? Если только в наш город, то это, конечно, и Краснодарский край гордится этим всем, ну и, безусловно, вся страна наша. И для этого развитию спорта в регионе уделяется большое внимание. Все муниципальные спортивные школы хорошо финансируются и материально-техническая база представлена в полном объеме. И спортсменам нужно только желание и стремление достигать рекордных показателей.